Соревнования по спасательному многоборью проходят на базе областного ПСО регулярно. Съезжаются сюда отряды из разных районов. В этот раз команд набралось 9. Для них организаторы придумали и воплотили сложнейшую полосу препятствий, пройти которую нужно на время. За ошибки в технике спасения или из-за нарушений правил безопасности штрафные баллы. Это техногенные два этапа, то есть связанные с поиском и спасением людей. Именно в нарушениях технологических процессов. Это извлечение спосконструкции, железобетона. И также спасение людей по пожарным лестницам. Это новый этап, совершенно новый этап. Этап действительно уникальный. Задача спасти человека с высоты, примерно третьего этажа, в условиях минимального снаряжения, которое есть в автомобиле спасателя. Пострадавший, по легенде, тяжело травмирован. Возможно, перелом позвоночника. У нас были несколько случаев в городе. В течение, может, последних пяти лет, там же девушка упала на крышу Серебряного города. Бывает, суицидники падают на крыши магазинов, домов. Спасатели, как правило, чаще приезжают на эти ситуации. Но в этом году вообще попробуют первый раз. Для спасения используют трехколенную лестницу. Вес ее около 50 килограммов. Плюс обездвиженный пострадавший. Вообще у спасателей на этапах много дополнительных препятствий. Где-то нужно проводить операцию в противогазе, где-то использовать гидравлическое оборудование. В жизни чаще мы принимаем определенные элементы этих соревнований. Передача насилок, допустим, может применяться в узких квартирах, где неправильная планировка, либо заваленных мещах. А конкретно полностью этап повторяет люк. Допустим, в этом году ездили летом на двоих угоревших в погребе. Применяли технику, как раз применяемую на этих соревнованиях. Обвязывали людей веревки, одевали их в систему в каски и поднимали с погреба. Далее мы передали скорую помощь, и все закончилось благополучно. Вместо статистов используют ведро с водой. Очень символичный образ получается. Вода, как жизнь человека. Расплескать нельзя. По условиям, если они неаккуратно обращаются с ведром, проливается вода, что ведет, как бы, иссякает жизнь пострадавшего. То есть, если падение ведра, это смерть пострадавшего. Либо есть контрольное время на этапе, она составляет 15 минут. Если они в это время не укладываются, то тоже смерть пострадавшего. В любой спасательной операции есть правила золотого часа. То есть, в течение часа пострадавший максимально аккуратно должен быть доставлен к месту оказания квалифицированной медицинской помощи. Поэтому здесь мы отрабатываем как бы максимально аккуратно и спасение, но в то же время быстрый. Спасатели и пожарные здесь борются на равных. Поэтому какие-то этапы ближе к профессиональным задачам одних, какие-то проще даются вторым. Но цель у всех общая – отточить навыки спасения, чтобы невыполнимых задач при ЧП не было. В жизни сложнее. Здесь у нас как бы светло. Ты можешь, если что-то тебе не понравится, бросить все и уйти. Там уже должен сделать, перейти и все сделать все правильно, все хорошо. Опять же, здесь ошибки тебе прощают. В жизни ошибки ставят костлявые нам.